так ну чё здорово youtube с вами джон он же фейк 312 сегодня в этом ролике мы поговорим о ряде тем ну во первых да картинку которую мы разбирали прошлом видосе это был фейк если у кого-то до сих пор сомнения остаются так с этим мы разобрались идем дальше посмотрим что у нас тут пачнуть и происходит который банджи выкатили там вот 100 мегабайт на обновление у нас сейчас в игре вышло далее заценим одну картинку которую не один из зрителей скинул касаемо там небольших спойлеров поэтому я заранее предупрежу чтобы вы там если что ушки закрыли там я не знаю другую комнату убежали или еще что-то ну буквально на пару минут вот и все дальше а ну если вдруг кто не знает поговорим о том как можно эту ведьму сиди у нас к наскверненный заваншотить принципе на этом все ну так обычно по традиции ваш попрошу вас перед началом просмотра этого ролика поставить лайк подписаться на канал если еще не подписаны ну и написать какой-нибудь комментарий что помочь продвижение видоса мы идем дальше короче что же у нас тут сегодня вышло десни 2 hotfix 3312 точнее точнее патч ну на нашем великом могучем активности сумеще налеты изменили то какая мини скрибы от взрывающегося модификатора распространяются по карте чтобы у вас был такой более предсказуемый опыт общения с ними это должно предотвратить то чтобы мини скрибы а того что они взрываются на земле и заканчивают появляются в совершенно неожиданных вестах и заканчивают вам идеальное прохождение сумеющего налета ну учитывая да то что полы и логово в этом сезоне это пока что самый сложный налет но и скорее всего он таким останется потому что насколько я понял аренду казательства тоже облегчили но оскверненная прям ну гораздо проще стало чем она была прошлом году окей будем мы посмотреть на обновление этого налета ладно дальше состязательный режим испытания осилиса и другие матчмейкинговые активности больше не будут триггерить ошибку бабун если игроки завершают ну так сказать выходит посреди матчей между раундами на тяжелом на тяжелом вайпе окей пользовательский интерфейс описание обновили описание сверхмощного снаряжения сезонного испытания чтобы лучше направлять игроков к сверхмощным наградам сверхмощным наградам дает напоминаю единственное что может вас продвинуть по уровню силы после достижения чарт капа получается то есть у нас есть хард капа есть pinnacle кап вот пиналка кап это 1330 у нас то есть то что можно только сверхмощным снаряжением набрать но очень понятно но это для тех кто не всеми особо так ну и переходим к самому вкусному что у нас пачноуте к телеста поправили несколько ошибок касаемо телеста примечание редактора перезагрузите часы больше не прикрепляется к союзникам будет вместо этого с ними соприкасаться и детонировать больше нельзя расстрелять телестинки и уничтожить их вот это странно а чё тогда с ними делать ну допустим кто-то посреди поля оставил ну окей ладно уменьшили продолжительность жизни вот этих вот болтов ну телестина которые остаются на полу или на поверхность когда с 10 секунд до 5 секунд когда они находятся как бы сказать посреди поля грубо говоря когда когда враги находятся близко они все еще взрывается но окей немножко немножко поднерфили продолжительность но то что их нельзя уничтожить это немножко напрягает хоть я и сам стиле сты бегаю да попы достаточно часто но допустим кто-то решит ее где-то оставить в какой нему в каком-нибудь месте достаточно важным я буду там пробегать я не смогу ее расстрелять мне придется подождать эти пять секунд чтобы она сама исчезла ну в принципе ладно посмотрим интересно учили они и папа или нет надо будет затестить обилки в общее изменение поправили ошибку который позволяет вашим союзникам быть продамаженными или замороженными копей ледяным копьем на уставился у титана видимо поправили ошибку при которой щита покровителя супер энергия щита покровителя была сказать поглощена снайперскими атаками презренный больше чем больше чем нужно ну короче когда по вам снайперские презренные скоро стреляют у вас энергия щита поглощается гораздо больше нужно на отражение всех атак атака банджи решили это поправить ну окей такой вот у нас небольшой почту прежде чем мы перейдем следующим новостям еще там кое-что хочу уточнить ну с другой стороны что у нас своих тиммейтов кидать телеста теперь нельзя это конечно срабатывало один раз из ста еще даже в первую часть когда ты лепишь на своего тиммейта телеста и направляющего на противников но все-таки в большинстве случаев она больше мешала то есть когда я допустим бегал с товарищами да вот на тебя вот это телеста на налепливается ими немножко мешает обзору вот из-за этого если она теперь лепиться не будет но это хотя бы какой-то плюс но вот эти два последних пункта немножко напрягают ладно посмотрим как это будет играться